У нас с вами сегодня интересная, на мой взгляд, тема эффект фотошопа и трендовые процедуры средствами Гильтек. В феврале у косметологов, наверное, не самый лучший месяц, и все ищут какие-то интересные процедуры, чем бы привлечь клиентов, как их выполнить, что сейчас востребовано у нас на косметическом рынке, чего хотят клиенты, какими средствами пользуются. Каждый ведет свою статистику, и, на мой взгляд, у каждого косметолога такой пул клиентов, которые обращаются к вам по какой-то определенной проблеме. И это на самом деле хорошо, поскольку, наверное, вот эти ваши личные особенности, ваши возможности, которые вы предлагаете клиентам, решают вашу клиентскую базу, но все равно какими-то процедурами хочется дополнить, войти в струю. Очень многие наши клиенты ищут какие-то трендовые средства благодаря СМИ, благодаря интернету, да, то есть какие-то хитовые продукты, да, поэтому мы с вами сегодня будем эти темы обсуждать и смотреть, есть ли возможность их выполнить в вашем кабинете, да, поработать с вашими клиентами, как дополнить свои процедуры. Я надеюсь, что такие темы волнуют всех, и к чему есть ли дальше стремиться, какими средствами можно, как, и надеюсь, что всем будет это интересно. Я выбрала для вас сегодня три такие основные трендов косметологии, да, то есть это быстрые, малотравматичные процедуры с суперэффектом, поскольку, несмотря на то, что все-таки мы общаемся, ходим на какие-то мероприятия, но большинство наших клиентов и ведут инстаграммы, и многие работают онлайн, и есть востребованность, да, у клиентов к таким быстрым процедурам с эффектом фотошопа, с эффектами моментального разглаживания лица, да, поскольку в инстаграме, в некоторых интернет-программах есть такие маски, да, и с ними все кажутся прекрасными и красивыми, но когда вы выходите, например, онлайн непосредственно вживую, да, это выглядит несколько иначе, и, соответственно, хочется привести лицо в порядок так, чтобы вот выглядеть непосредственно в камеру красиво, да, и есть в основном тема таких вот быстрых процедур с таким флэш-эффектом, это была прерогатива косметологов-врачей, да, с нитевыми технологиями, с инъекционными методами, да, то, в принципе, к эстетистам за такими продуктами, за такими процедурами мало обращались, но давайте тоже сегодня разберем, можно ли нам это с вами сделать в условиях эстетической косметологии. Далее тренд на натуральности, скин, минимализм, давайте тоже разберем, поскольку все равно наличие таких, такой продукции на рынке, темы универсальности продуктов, да, количество баночек дома у клиента, да, и количество этапов в процедуре в салонной у косметолога, да, это тоже имеет место быть, и как это включить в процедуры, как с этим работать, и, опять же-таки, речь идет у нас с вами о средствах гильтек, да, то будем разбирать и баночки, и короткие процедуры, да, с минимальной затратой времени, да, и быстрыми достаточно эффектами. Ну, и тема тоже злободневная, да, она не нова, это здоровье микробиома, но она не прекращает, точнее, ее актуальность не останавливается. Отвечу, почему? По той простой причине, что после пандемии, после, опять же, различных заболеваний, все-таки исследования проводятся, тема сейчас постоянно исследуемая не только в косметологии, да, но и на уровне высокой медицины, да, и после пандемии очень многие клиенты, возможно, и к вам, да, или если вы являетесь нашим клиентом, то, возможно, у кого из вас, у ваших близких после различных заболеваний, после ковида, да, портится кожа, ее качество уже, это, наверное, обсуждается везде, да, качество кожи ухудшается, ухудшается качество волос, и на это внимание обращают очень многие и клиенты, и косметологи. Потом, благодаря ношению, и точнее, из-за все-таки ношения масок приобрела большую проблему вот эта тема масс-акне, да, то есть образование акне под маской, и это тоже относится к здоровью микробиома, поэтому эта тема нас все равно с вами будет затрагивать, и думаю, что это тоже интересно, как с этим бороться. И если у нас с вами в арсенале, да, поскольку на наших вебинарах присутствуют и наши клиенты-косметологи, да, иногда присоединяются наши клиенты, которые пользуются нашей продукцией в домашних условиях, то есть ваши клиенты, уважаемые косметологи, да, то я думаю, что эта тема тоже будет всем интересна. И непосредственно начну, да, с темы быстрых результатов, с процедур Zoom Face, эффект Photoshop, что это такое, да, то есть когда человек на себя примеряет вот эту интернетную маску, там всегда красивые высокие скулы, хорошо очерченный овал лица и красивое светящееся лицо, которое до, наверное, сегодняшнего момента могли исполнить только врачи посредством нитевых технологий, да, инъекционных методов, да, разглаживания носогуба различными, в некоторых случаях даже операбельным путем, да, то как обычный косметолог, да, в салонных условиях может обеспечить такой эффект, а в некоторых случаях и, возможно, какими-то средствами у себя дома, или у себя дома, сказал, да, у себя в кабинете, как такие процедуры выполнять, да, то есть прежде всего требования к таким процедурам, да, то есть это быстрый мгновенный эффект, свечение лица, это чистая светящаяся кожа, четкий овал лица, отсутствие такой носогубной складки, да, то есть красивый эффект в области глаз, да, то есть в основном это снятие отечности, многие из вас видят себя так же, да, то есть и в зуме, и в диалоговых окнах, и, как правило, тоже не очень хорошо выглядит, да, а хочется красиво так же, как в Инстаграме вместе с маской, поэтому требования к этим процедурам, да, прежде всего, это быстрый, красивый такой результат от процедуры. Чем можно и как можно заменить инъекционную методику, некие технологии, да, и, возможно, ну, какие-то даже вот операбельные вмешательства. Здесь, конечно, продукция и процедуры с использованием косметических средств, да, богатой активными ингредиентами, добавляем сюда специальные техники, да, в некоторых случаях это будут и массажные техники, они вновь приобретают популярность по той простой причине, что позволяют достигать именно быстрых эффектов. Многие, кто владеет массажными техниками, да, прекрасно знают, что после курса прекрасно результат держится достаточно долгое время, да. И начну я, наверное, с быстрых и малотравматичных процедур, да, которые позволят нам добиться, ну, суперэффекта. Прежде всего, это комплексный подход, маски, массаж лица, сюда же пойдет аппаратная косметология, да, это и микротоковая терапия, и ультразвуковые процедуры, да, это и гальванические процедуры, которые позволят значительно улучшить состояние кожи, да, и вернуть коже, или наоборот, дать коже необыкновенное свечение и создать вот этот вот эффект фотошопа. Да, это всегда будут многоступенчатые процедуры, да. Прежде всего, сюда я бы, ну, добавила для работы, точнее, для глубокой проработки мышц, да, то есть это любой пластический массаж. Сюда в процедуру можно добавить все хиромассажные техники, да, испанские массажи, французский хиромассаж. Сюда можно, если кто владеет, есть сейчас достаточно популярный остеопластический массаж, да, и массаж с глубокой проработкой мышц, да, это совместно пластический и букальный массаж, которые имеют достаточно высокую эффективность. Процедура стандартная, у меня здесь протокол прописан стандартной процедуры, да, как всегда мы вначале выполняем очищение, да, дополняем быстрый, такой мягким энзимным пилингом, то есть мы наносим энзимную пектиновую маску, и далее по схеме либо массажные технологии, либо аппаратные технологии включаем, да, очень хорошо для создания вот этого быстрого флэш-эффекта подходит микротоковая терапия, поскольку идет и глубокая проработка кожи, да, плюс лимфодренаж прекрасный, да, уходят и темные круги под глазами, кожа выравнивается, поэтому, наверное, микротоковая терапия в данном случае будет более эффективна, на мой взгляд, и, соответственно, дальнейшее послойное нанесение масок и активных сывороток, мы с вами их немножечко попозже разберем, разберем все препараты, которые нам дадут, по составам разберем, да, все препараты, которые нам дадут такой вот быстрый эффект. Для завершения таких процедур, я, наверное, перескакиваю, но я прям сразу хочу обратить внимание, да, Вижу у вас вопрос, здесь, наверное, поскольку я больше владею массажными технологиями, да, у нас 25 числа у Ирины Викторовны будет вебинар, это наш врач-физиотерапевт, и вы можете по аппаратной косметологии задать ей вопросы, также этот вопрос можно Ирине Викторовне задать где-то в чате, смотря в какой соцсети, да, то есть можно на самом деле зайти на наш YouTube-канал и под любым вебинаром или же любым видео с Ириной Викторовной задать ей вопросы, она вам порекомендует, особенно по микротоковым, если касаемо микротоков, да, и вообще, поскольку Ирина Викторовна у нас врач-физиотерапевт, какой, какие параметры, что вы хотите, это я так немножко отвлекаюсь, да, чтобы получить такой хороший достаточно ответ, да, и направленный, лучше задать вопрос развернуто, да, то есть какими характеристиками должен обладать аппарат, да, то есть какие процедуры вы хотите выполнять, да, может быть, это комбайн или же это отдельный какой-то аппарат, да, то есть по микротокам можно задать отдельно, тем более видео с микротоковой процедурой у нас уже есть, поэтому мы ее сегодня подробно не разбираем, и, собственно говоря, немножко... Ага. Я надеюсь, ответила, да, потому что все-таки по параметрам оборудования лучше задать вопрос Ирине Викторовне. Вот про массажи можете задать вопрос мне, я вам могу ответить, какой массаж в каком случае эффективнее, чему стоит доучиться, что не дает эффекта, и я думаю, что здесь я буду более компетентна, чем в оборудовании. Далее, из малотравматичных процедур, да, а на них тоже сейчас есть спрос, поскольку все-таки быстрые процедуры сейчас востребованы, да, но еще и наши клиенты стали задумываться, что после каких-то таких серьезных вмешательств требуется время для реабилитации, для восстановления после инъекционных методов, да, должно пройти там полтора-два, может быть, да, в некоторых случаях с некоторыми препаратами несколько дней, да, так и после нитевых технологий, да, тоже должно пройти какое-то время, а суперэффекты, которые могут дать, точнее процедуры, которые могут дать те же суперэффекты, малотравматичные, они тоже есть, и они опять сейчас приобретают популярность, например, как лазерная биоревитализация. Сразу скажу, что у нас есть видео на эту тему, да, и как только возобновятся очные семинары, да, тоже можно прийти и обучиться в нашем шоуруме, это надо следить, как только возобновятся, можно прийти и посмотреть, обучиться, может быть, кто-то вспомнит, кто уже учился, да, безинъекционная биоревитализация, это действительно малотравматичная процедура по введению гиалуроновой кислоты с использованием современного лазерного оборудования, и здесь мы можем получить действительно суперэффекты, приближенные именно к инъекционным вот этим методикам. Основной эффект, да, это ровный, красивый вид кожи, да, очень быстрое и эффективное увлажнение кожи, разглаживание рельефа, мягкий лифтинг, при этом такое еще дополнительный эффект, да, это действительно усиление защитных свойств кожи, что в наше время очень, очень востребовано, нет, не востребовано, действительно очень актуально. Для этих целей нашей коллекции об этом препарате знают многие, да, он специально разработан под такие процедуры, да, это гель с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, подходит вот под всю лазерную терапию, под РФ терапию, и сразу хочу сказать, что эффект наилучший, да, в данном случае наступает с пятой процедуры, но и после одной процедуры мы получаем вот этот, вот это прекрасное свечение, протокол процедуры, наверное, такой же, да, как у базовых всех процедур, да, то есть очищение, процедура лазерной биоревитализации, можно добавить туда лимфодренажный массаж, как подготовку кожи, да, перед обработкой лазером, да, и постуходовая маска, я, наверное, к ней перескочу сразу, поскольку кто работает на нашей продукции и кто с нами давно знаком, этот, эту фирменную маску знают все, маска фарфоровая кожа, которая делается из двух наших самых популярных известных средств, да, это лосьон концентрат нео с комплексом из дигидрокверцетина и гель для сухой нормальной кожи тоже серии нео, они смешиваются, пропитывается, тканевая маска хорошо пропитывается, после завершения любой процедуры подходит и, наверное, вот здесь зум фейс, да, то есть вот это свечение на лице явно выражено, ее многие косметологи очень любят, активно практикуют и можно ее сделать и в домашних условиях, да, прежде чем выходить в эфир, да, или же накануне какого-то мероприятия, ей можно завершать любые косметологические процедуры, ну, наверное, кроме такой интенсивной чистки лица, поскольку там все-таки направленность немного другая, хотя про можно сказать новое это хорошо забытое старое, да, то есть я все-таки уделю внимание тенденциям и в чистке лица новым, они не новые, они такие хорошо забытые, вот, ну, вот, кроме подойдут, под маска подойдет и под многофункциональный уход с массажем, да, и под быстрый уход за кожей, да, то есть когда нужно моментально выпустить клиента, да, с красивым светящимся лицом, можно завершить процедуру лазерной биоревитализации как дополнительный эффект, дать также можно завершить, ну, наверное, практически все процедуры, которые вы выполняете в салоне для суперэффекта. и следующий момент, да, мне бы хотелось действительно уделить внимание чистке лица, поскольку клиенты очень часто говорят, да, о том, что вот после механической чистки, да, остаются следы, долго ждать и как-то опасаются чисток на сегодняшний день, но соломная чистка лица уже давно, наверное, трансформировалась в уходовую процедуру, почему она сейчас популярна, да, по той простой причине, что после ковида, после всех вирусных заболеваний кожа подвергается, да, точнее, кожа теряет свое качество, есть явно видимые расширенные поры, шелушение, гиперкератоз, да, и чистка опять становится популярной, да, но она трансформируется, сейчас чистки сочетаются как с мягкими энзимными пилингами, да, чистки совмещаются ультразвук с гальванической чисткой, даже с химическими пилингами есть совмещение, да, то есть в зависимости от цели, которую хочется донести, точнее, к цели, которую поставил для решения задачи, ту, которую поставил вам клиент, да, или вы увидели непосредственно при диагностике, да, там, что добавить, как добавить, у нас в программе она есть методически, это классическая наша чистка ультразвуковая в сочетании с энзимным пиктиновым пилингом, в таком сочетании она дает не только заметное, да, суживание пор, очищение кожи, да, то, что клиент требует, да, ну, еще и свечение, потому что энзимная пиктиновая маска очень неплохо осветляет лицо, дает, вот, пиктин, он очень интересный компонент, да, он помимо своей основной функции, да, он еще и немного тонизирует кожу, очень хорошо выравнивает рельеф, да, и в сочетании, например, с чисткой ультразвуковой, да, результат усиливается в разы, да, то есть здесь вместо холодного гидрирования, вместо распаривания, мы делаем на втором этапе очищения, да, то есть энзимный пилинг при помощи энзимной пиктиновой маски, да, после можно, если требуется по состоянию кожи, можно нанести гель дезинкрустант, да, еще дополнительно разрыхлить поры, и после этого провести ультразвуковой пилинг, да, и далее уже по протоколу, если не требуется, то ультразвуковую чистку можно провести и по зимному пилингу, да, добавляя туда увлажняя, добавляя туда лосьон дезинкрустант для более эффективного очищения кожи, да, про маску фарфоровая кожа, кто не сталкивался и никогда не слышал, у нас она есть в полезных материалах в методическом пособии, напомню, да, то есть мы сначала смешиваем гель для сухой кожи в стеклянной емкости, в удобной мисочке, которой вы пользуетесь для разведения масок, далее смешиваем гель с лосьоном до такой более жидкой консистенции, пропитываем маску, наносим ее на кожу, сверху можно дополнительно увлажнить лосьоном концентратом, и закрываем ее таким коконом из полотенца и оставляем на 15 минут, после чего маску нужно удалить, да, и уже нанести завершающие средства. Также для быстрых процедур и достаточно эффективно быстрых процедур у нас есть химический пилинг, да, это классическая косметология, да, который дает быстрое обновление кожи, поскольку у нас, да, он гель-пилинг на основе миндальной кислоты, также у него очень интересный состав, да, в составе есть дмайя, который дает такой мягкий красивый лифтинг, и после процедуры лицо приобретает вот это вот необыкновенное свечение, это гель-пилинг, для того, чтобы усилить гель-пилинг, да, и сделать его более интенсивным, можно провести преподготовку при помощи той же энзимной маски, не рекомендую это делать в домашних условиях, но в салонных условиях, это абсолютно контролируемая процедура, пилинг относится к таким процедурам, даже не выходного дня, а к таким парадным процедурам, поскольку он не вызывает практически шелушения, у него мягкое обновление кожи, поскольку он не вызывает шелушения, то можно сделать непосредственно перед выходом, да, или накануне за сутки, если вы до этого не делали, или ваш клиент, или вы до этого не делали химический пилинг никакой, да, то день в день не рекомендуется делать, по той простой причине, потому что неизвестно, как вы среагируете, а вот накануне за сутки прям идеальный вариант получается, мягкий лифтинг, хорошее свечение, да, и опять же это тоже будет относиться к процедурам суперэффекта, которые дадут возможность хорошо выглядеть непосредственно на каком-то мероприятии, на опять же таки перед камерой. Так, про энзимный пилинг, я к нему, наверное, вернусь чуть-чуть попозже, да, потому что для меня это, ну, очень важный продукт для работы с клиентами, и с ним в работе очень много возможностей, да, и вариантов использования энзимной пектиновой маски очень много, и здесь, на мой взгляд, он универсальный, его можно включать и в процедуры по телу, но поскольку у нас сегодня все-таки вебинар посвящен таким процедурам и средствам, которые позволяют выглядеть сиюминутно отлично, да, и с эффектом фотошопа, да, я еще, наверное, расскажу вам о нескольких средствах, да, которые можно приобрести для того, чтобы создать вот макияж, эффект макияж без макияжа, это, опять же-таки, новые такие вот тенденции, и перейду к следующей теме, да, то есть именно микробиома и косметики, которая с этим связана, да, то есть тема микробиома актуальна давно, почему она не перестает быть актуальной, да, поскольку, ну, и это последствия пандемии, последствия неразумных, наверное, уходов и новых исследований, да, это уже исследования в микробиологии новые, да, поскольку в свое время мы пытались, да, и некоторые до сих пор пытаются, да, антибактериальными средствами активно пользоваться, да, я сейчас про лицо, да, не говорю про руки, и то, что нам приходится все-таки защищать себя ежедневно, да, именно по работе с лицом, да, то есть это мыла с триклозаном, если кто-то помнит, возможно, время, да, когда у нас активно покупалось, это конец 90-х, начало 2000-х, средства с триклозаном, очень много антибактериальных, различных гелей, очень много спиртовых средств, да, для работы с лицом, да, наверное, и это больше, конечно, тема масс-маркета, да, но вот это боязнь микробов и уже последующие наши, наверное, годы, да, то есть это вот это многослойное умывание, когда нужно смыть с себя все до скрипа, все-таки привело к потере микробиома и опять же таки о потере микробиома приводит к последующим вспышкам и кожных заболеваний, да, и ухудшению состояния кожи. Основная функция у нас микробиома кожи это защита кожи от вредного воздействия, да, то есть патогенных микробов, пыли, грязи и также от защиты от ультрафиолета, это уже научно доказано, плюс микробиом и создает и содержит в целостности нашу гидролипидную мантию. Какие вещи могут привести к потере микробиома, да, к его нарушению? Прежде всего это загрязненный воздух, это уже опять же научно доказано, соответственно, курение, да, избыточный уход за кожей на сегодняшний момент это тоже уже научно доказано, да, то есть черезмерное увлечение и скрабами, и бездумное использование пилингов, многослойное там в 10-12 уходов умывание кожи, и много чего-всего, да, ошибки в уходе за кожей, то есть когда бездумно используются различные препараты, да, с активными ингредиентами, это, кстати, большая боль косметологов, когда какое-то средство или какой-то ингредиент становится популярным и применяется повсеместно и при неправильном подборе или же при неправильном выборе или неправильном неправильной дозировке вызывает на повреждение кожи, да, и потом требуется достаточно долгое восстановление. То, что нам рассказывают еще нутрициологи, да, то есть это неправильное питание, нарушение в питании, да, большое количество сахара в рационе, хотя вот я, например, любитель каких-то вкусняшек, да, и также уже тоже на сегодняшний день доказано, что стресс, да, имеет напрямую отношение к функции микробиома, как снаружи, да, на коже, так и внутри. Вот я добавила, сегодня прям добавила часто использование ароматических свечей и аромамасел, буквально на днях слушала лекции микробиологов именно как раз вот по нарушению микробиома и что бездумное и неправильное использование ароматерапии приводит к очень плачевным таким событиям. Пока еще не буду рассказывать об этом, да, это не касаемо как бы, ну, хотя, наверное, интересно, но пока не осознаю и не пойму до конца, то есть я рассказывать на эту тему не буду, а вот с питанием можно, кстати, совместить, потому что у нас с вами микробиом, он разный, на разных частях тела он разный, да, и все равно вот этот бактериальный фон, он все равно пересекается, от чего он зависит, да, то есть зависит вот он очень многих вещей, да, от помещений, в которых вы находитесь, да, почему сейчас это актуально, да, потому что большое количество времени, да, то есть мы проводим вне улицы, в закрытых помещениях, да, мы носим маски, и, соответственно, очень много меняется, да, на коже, у нас нет такого общения, на самом деле, чем, ну, беда вот этой вот изоляции, да, то есть когда человек часто общается, когда человек, опять же, пробует новую еду, когда у человека много контактов, да, его собственный микробиом работает, да, он знакомится с микробиомом другого человека, и тем самым мы получаем иммунитет, чем меньше у нас с вами контактов, это вот большая беда, почему тема до сих пор актуальна, да, чем меньше у нас с вами контактов, тем более ограниченное действие, да, нашего микробиома собственного, да, и поэтому создаются различные проблемы. Кому подходит косметика, содержащая пробиотики, пребиотики и пауланты, да, то есть те вещества, которые защищают нас от внешних воздействий. это и процедуры такие же, да, то есть с применением такой косметики, это люди с проблемной кожей, да, которые либо прошли серьезное дерматологическое лечение, либо злоупотребляли какими-то косметическими средствами, да, люди с чувствительной кожей, которых сейчас очень много, да, вы, как косметологи, с этим очень часто сталкиваетесь, да, также средства и процедуры с веществами, содержащие ингредиенты микробиом-фрэндли, да, так можно сказать, это подготовка к агрессивным процедурам, да, то есть это подготовка и, возможно, к инъекционным методикам, это подготовка, возможно, даже к какому-то операбельному вмешательству, да, а также постуход после действительно агрессивных процедур пилингов, драмабразий, лазерной терапии, микронидлинга, да, поскольку это тоже повреждающие процедуры, вот меня, например, в этом, в этом ключе больше беспокоят, например, пилинги в домашних условиях достаточно серьезные, да, и процедуры микронидлинга, которые выполняются нестерильными средствами, да, и, ну, кому еще подходит косметика, да, такая, это при нарушении PH, да, то есть это люди, которые перевалили какими-то заболеваниями, люди, которые принимали антибиотики или противовирусные средства, да, ну, и действительно люди, которые курят или же к курильщикам относятся или к счастью или к сожалению практически все, да, то есть кто курит нормальные сигареты, кто курит негорячего воздействия, да, то есть стики, и те, кто курит влажный дым, да, то есть это все относится к курению. что входит в состав такой косметики, да, это пробиотики, пребиотики и так называемые симбиотики, это уже готовые симбиотики, средства, да, или в формуле зашито вещество, которое сочетает в себе и те, и другие бактерии, да, что можно прочитать на этикетке, да, это фрукты олигосахариды, лактоза, глюконовая кислота, инулин, альфа и бета-глюканы и пектин, почему я оставила наш пектиновый пилинг, да, немножечко, но потом, чтобы и к быстрым эффектам, да, недорогим и быстрым эффектам подчислить, да, ну и сочетать с процедурой, да, с процедурами того же детокса и относится он к косметическим средствам, которые микробиом френдли. И лизаты бифида и лактобактерий, что вообще делает и как работают эти косметические средства и почему их стоит на сегодняшний день включать в процедуры как антиакне, да, детокса и быстрых эффектных процедур, да, поскольку такая косметика восстанавливает или же что делают, например, лизаты бактерии, да, то есть они имитируют действия собственной микрофлоры, тем самым защищая кожу и вытесняя патогены усиливают иммунитет кожи, что на сегодняшний день очень ценно, да, большинство этих веществ убирают воспалительные процессы, выравнивают микрорельеф кожи, большинство из них обладают еще увлажняющими свойствами, да, и действием, что тоже особо ценно, достаточно долго удерживать влагу в коже. Очень, например, у альфа-бета глюканов, да, еще и есть так называемое омолаживающее действие, поэтому такая косметика, ее можно включать практически в любые процедуры, и очень хорошо, опять же, и лизатые бактерии, и пребиотики, да, влияют на цвет кожи и дают вот это внутреннее как бы свечение на коже. Что, а я, наверное, все-таки вернусь, сейчас расскажу, вернусь к энзимной пектиновой маске, да, которая благодаря пектину и молочной кислоте, молочная кислота у нас тоже будет микробиом френдли, да, при этом про нее знают все, но мало кто к ней относится именно как ингредиенту, который микробиом френдли, не только активно абсорбирует кожное сало, суживает кожи, поры, да, пектин очень хорошо способствует профилактике застойных явлений, нивелирует пигментные пятна, к сожалению, как отбеливающее средство, он, ну, не дает такого эффекта, как химические пилинги, да, или как средство направленного действия, да, но прекрасно осветляет и нивелирует пигментацию, да, и работа с ним достаточно простая, поэтому в экспресс-быстрых процедурах, да, то есть энзимный пилинг можно применять, ну, на мой взгляд, а он будет щадящим, в отличие, например, от энзимов другого плана, да, то есть и здесь создать эффект вот этого свечения в сочетании потом еще с дополнительными средствами, да, которые вы будете наносить после пилинга, даст именно вот этот зум-фейс или эффект фотошопа. Мы посвящаем, да, день сегодняшний, да, все-таки я все равно буду встраивать все в процедуры, когда нужно быстро выглядеть очень хорошо. Чем, почему хорошо, да, использовать все-таки энзимный пилинг, по нему можно сделать прекрасно и по времени достаточно, пока у вас маска лежит 15 минут на кожу, по ней можно сделать отличный лимфодренажный массаж, да, как простой, так и сложный, очень неплохое скольжение, вообще пектин дает вот этой маске такую вязкость и отличное скольжение, единственное, что вы все прекрасно знаете, да, что все энзимы работают во влажной среде, поэтому очень хорошо увлажнять руки, легко двигаются руки по этой маске, да, и потом, конечно же, ее надо смыть до 15 минут, не более, держать маску на коже, да, и после можно завершить вот эту быструю процедуру сыворотками, да, которые дают свечение, попозже поговорим, они у нас есть, либо завершить лифтинговой маской, либо завершить маской фарфоровой кожи, которую мы уже обсудили, да, и получить идеальное лицо перед каким-то мероприятием. Дальше, ну и напомню, да, пептин у нас микробиом френдли, да, один из пребиотиков, поэтому если для восстановления чувствительной кожи, да, для кожи, опять же, после перенесенных различных заболеваний, да, то есть того же ковида для восстановления кожи, это будет, наверное, идеальный вариант, да, восстановления кожи по той простой причине, да, что пектин будет мягко воздействовать на кожу. Дальше, что у нас есть в коллекции гильтек, что содержит со своем составе ингредиенты микробиом френдли, да, это активная сыворотка про биоскин, которую можно использовать и как преподготовку, например, я очень люблю вот этот вариант, да, как преподготовку к процедурам химического пилинга, также постуходов, с чем здесь такая небольшая ремарка, да, поскольку лизатый бактерий и очень чувствительны тоже к кислотам, то сам пилинг лучше химически закрыть специализированными средствами, которые постпилинговые, да, на следующий день уже начать применять, например, про биоскин, то есть когда начнется активное шелушение, если вы делали пилинг не щадящий, да, какой-то серьезный пилинг, то можно начать применять в составе лизатый бактерий инулин, альфа-глюкан, фукагель, да, плюс, то есть мы по составу мы с вами видим еще и такое противоотечное действие у пробиоскина. Единственный, наверное, недостаток, а это не недостаток, это нормально, то первое, если кожа все-таки действительно склонна к акне, да, то есть первое время могут наоборот не спровоцировать, да, не знаю, слово, ну, скорее всего, что спровоцировать некоторое высыпание, да, но через неделю-полторы кожа полностью восстановится, да, и уже лизатый бактерий будут работать на вас, да, вот так бы я, наверное, сказала. Сыворотка интенсив омоложения, да, несмотря на то, что у нее направленность совсем другая, да, то есть она содержит бета-глюкан в составе и другие ингредиенты, да, то она тоже будет относиться к категории средств микробиом-френдли, да, и больше подойдет, наверное, для возрастной кожи, да, поскольку направленность у нее такая, да, и это идеальное средство для завершения как раз химических пилингов и процедур травматичных, поэтому тоже прекрасный вариант и один из моих фаворитов это гель увлажняющий плюс, который подходит не только для сухой кожи, да, а его активно можно применять для проблемной кожи, которая подверглась медикаментозному лечению, то есть когда на фоне лечения акне кожа была пересушена, и это тоже будет средство одной из, наверное, самых лучших, но он был популярен у нас до сыворотки пробиоскин, пока она не вышла вот с таким вот расширенным составом, то есть это достаточно был популярный компонент, и этот гель можно использовать как дополнительное средство в любых процедурах, да, во-первых, это дополнительное увлажнение очень мягкое, сверху можно положить еще какие-то активные сыворотки, да, если в случае необходимости даже лифтинговые компоненты, да, можно положить и под маски, как альгинатные, так и кремовые маски, да, то есть и включить ее в уход, допустим, после тех же пилингов, да, или же включить ее в уход, именно когда вы работаете непосредственно с акне, да, то есть если вы делаете процедуры, либо сами, да, как клиент, да, находитесь на лечении, ее можно включать в уходы абсолютно спокойно. И наша новинка немножечко расскажу, поскольку следующий это следующая тема, да, это минимализм, мини-уход, натурализм, да, у нас есть, вы все прекрасно знаете, линия натуральной косметики Зую, и в ней наша новинка это маска скраб, кофе брейк, это сочетание энзимного пилинга и скраба, которая, в свою очередь, тоже содержит лизат и бактерии, и использовать ее можно и как энзимный пилинг, и как скраб, и как полноценную, включить полноценно в процедуру, да, и также можно, собственно говоря, использовать и в ежедневном домашнем применении, например, если кожа склонна к гиперкератозу. к ней вернемся, поскольку хочу перейти уже к следующей теме, да, то есть это тренд на натуральность, вообще, что это такое, кто-то против, кто-то за, скин минимализм, что это такое, да, и как, да, то есть прежде всего тренд на натуральность, я не говорю сейчас про прям совсем эко-эко, именно такой натуральность, да, она не только в натуральном составе косметических изделий, это, ну, как бы уже давно не обсуждается, да, а еще и естественный внешний вид, да, то есть когда можно абсолютно спокойно находиться без косметики или же тот самый макияж без макияжа, либо накраситься, это то, что у визажистов, да, накраситься так, как будто вы только что встали и умылись, да, то есть нет агрессивных, активных, да, следов от косметического воздействия, да, то есть это не только косметика, да, то есть и не только процедуры, вот процедуры детокса, процедуры детокса, процедуры различных мягких пилингов, то есть они все входят вот в эту ази, спасибо большое, только что увидела, да, это действительно так, прекрасно, да, сыворотка пробиоскин работает, она и в процедурах отлично работает, и при ежедневном применении, сразу тоже, ну, не договорила, наверное, может быть, говорила, я уже перескочила, да, то есть косметику микробиом френдли, так же, как и пептиды, да, нужно использовать достаточно долго, да, то есть если вы попользовались ей неделю и решили, что ничего не получилось, да, то, собственно говоря, она еще и она начала уже работать, да, но вы ничего этим не добились, да, напомню, да, то есть сразу в сочетании с кислотами какими-то агрессивными она работает, ну, не сочетается, то есть можно ее всю, весь состав, да, можно убить какими-то агрессивными воздействиями, да, то есть если вы и пользуетесь и кислотами, и косметикой с лактой, бифидом, бактериями, да, то их нужно разнести во времени, да, из-за моего опыта, да, он может быть разный, да, мне больше нравится, как наш пробиоскин работает в вечернем уходе, но поскольку наступает время лета, активного солнца, то кислоты все-таки придется и косметику кислотную придется перенести в вечерний уход, да, а все остальное в дневной просто вот в мое, вот это моя практика, да, то есть возможно у всех работает по-разному, но мне нравится, как в вечернее время работают, работает косметика с прей-пробиотиками, поэтому здесь вот и кстати по поводу хранения и косметика, которая содержит лизат и бактерий, да, должна храниться не в влажных помещениях, да, ну и как все относится к хранению косметики, просто к этому нужно тоже так более трепетно отнестись, поскольку хранить ее нужно в закрытых крышках, с закрытыми крышками, да, и в достаточно прохладных помещениях, не в холодильнике, там, не, не знаю, там, не в заморозке, да, но без доступа кислорода такого активного, да, и вернемся к натуральности, да, то есть это не только натуральная косметика, эко-составы, да, это еще и вот этот вот внешний вид, как будто вы ничего с собой не делали, опять же, вот этот эффект фотошопа, эффект натуральности, именно поэтому я взяла сегодня и совместила три темы и средства разбираем, да, которые, в принципе, можно включить и отнести ко всем этим трем трендам, да, и скин минимализм, в отличие, да, от предыдущей тенденции, да, вот корейских многослойных уходов с различными праймерами и шесть этапов умывания, да, то есть больше этот тренд скин минимализм задали японцы и здесь больше направленность, да, на универсальные средства, на которые можно использовать собственно говоря, разнонаправленно, вот так я бы сказала, да, и индивидуальный подход к каждому, в нашем случае к каждому этапу на процедуре, да, то есть у одного клиента с одной кожей будет одно, либо здесь еще, если именно в косметических изделиях, да, то это объединение нескольких средств в одно, да, то есть это возможно уже тоже вы встречали, да, то есть это объединение средств ухода за кожей декоративной косметики, это различные BB, CC, кремы, объединение праймера с фотозащитой, объединение, вот, например, многофункциональные средства, мы сейчас с вами начали обсуждать скраб, да, который выполняет функцию и скрабирование, да, то есть мягкой такой эксполиации, сразу хочу сказать, там кофейная пудра, он абсолютно неагрессивный скраб, да, то есть и сочетание с энзимным пилингом можно вообще двумя способами его наносить, я уже тогда к нему прям опять вернусь, его можно наносить двумя способами, можно нанести как энзимную маску, да, дождаться подержать там 5-7 минут, дождаться высыхания маски, смести косточки, а потом влажными руками, да, то есть аккуратно массируя поверхностно без фонотизма, мягко смыть, да, массируя, улучшить эксфолиацию кожи, да, и вы получаете полноценный энзимный пилинг, при этом если кожа чувствительная, у вас вся пудра осталась на поверхности, вы ее смели, а потом уже только начали смывать, это прям совсем не травмируя кожу, там есть кофеин, к сожалению, для очень чувствительной кожи, да, там кожа реактивная, или у кого есть реакция на данный ингредиент, да, он, конечно, не подойдет, но вариант применения, да, то есть и как обычный скраб, да, и как отдельный энзимный пилинг или в сочетании, да, тогда получается, что мы нанесли, помассировали, поскрабировали, оставили для воздействия, да, и потом уже удалили, смыли с кожи достаточно хорошо, да, там можно для улучшения свойств, да, применить снятие, да, какими-то салфетками, да, либо же спонжами, хотя, ну, мнение у всех разное, да, что спонжи там не очень экологично, применять, но есть и натуральные спонжи, да, и опять вернемся вот к тренду на натуральность, да, то есть это грамотный уход за кожей, четко спланированный с целью поддержания красоты и молодости, что это такое, да, то есть это когда вы работаете над собой, да, почему натуральность, да, и минимализм, это когда вы работаете над собой, вы делаете все процедуры, у вас достаточно активные ингредиенты в составе, да, и вы выглядите как будто вы ничего с собой не делали, да, сюда же сразу в это же подключается тема, но она не новая, но второй год уже и в этом году она опять особенно актуальна, да, как будто вот вы проснулись и ничего с собой не делали, да, то есть вот эффектная натуральность и внешний макияж без макияжа и внутри косметической линии, да, то есть вы ухаживая за кожей просто ее поддерживаете и эффекта, что вы сходили к косметологу вроде бы нет, вы естественно такая вот светящаяся, красивая и молодая. Про соединение, да, то есть средств многофункциональности одного и другого средства, да, то есть мы поговорили, да, универсальность средств, да, то есть средства должно быть можно применить, например, там и под косметику, чем универсальность. Ежедневно можно использовать, можно использовать в косметических процедурах, да, можно использовать И в масках, и, допустим, добавить сыворотку, смешать с маской, да, и усилить эффект, да, то есть вот универсальные средства и индивидуальный подход к выбору косметики. У бренда, у компании Гильтек есть натуральная косметическая линия Зию, вы все с ней знакомы, ее можно применять и не только в домашнем уходе для ежедневного применения, она полностью соответствует вот этим новым трендам, да, то есть натуральность, скин-минимализм. При этом скин-минимализм поддерживает очень идею эко-косметики, да, то есть вы не покупаете миллион баночек, тем самым сохраняете среду, да, не засоряете окружающую среду, линия. У нас был отдельный вебинар, и вы все прекрасно, кто подписан, может быть, на Инстаграм Зию, все прекрасно знаете все положения, да, то есть что несет в себе косметика Зию, да, то есть это любовь к себе, да, то есть регулярный уход за собой, без агрессивного воздействия, внимательное отношение к себе, да, осознанный подход к потреблению, мало пузыречков, но они все эффективные. И действительно составы тщательно разрабатывались для такого направленного, точнее, не тонко направленного подхода, да, а именно многофункциональности средств. Можно применять и в салонном уходе, да, и в домашних, в домашнем уходе, да, и некоторые, многие из этих средств уже можно применять в процедурах, про которые мы с вами говорили, да, то есть это флэш-эффект, это процедуры ухода быстрого и моментального эффекта. Про маску пилинг мы уже с вами поговорили, да, та, которая сочетает в себе энзимный пилинг, да, и скраб. Так, хочу напомнить, сыворотка вышла у нас достаточно давно, это True Baby Face, я, наверное, фанат этой сыворотки, и очень многие мои клиенты ее очень любят, она обладает очень хорошим противоотечным действием, плюс сыворотка действительно дает эффект свечения, и здесь это действительно так. Да, я, например, вот сама, я очень не люблю рассказывать о том, что я там себе делаю то-то, 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 но я, поскольку очень склонна к отечности ввиду некоторых физиологических особенностей, да, и, ну, те манипуляции, которые я делаю по здоровью, да, то есть вызывают отеки, да, и у меня лично в моем уходе, несмотря на то, что мне много лет, это одно из ключевых средств, которые я использую ежедневно. Протокол экспресс-ухода, он у нас есть, по-моему, на сайте, да, и, собственно говоря, здесь, да, то есть полное очищение, в линии есть универсальные средства, это гель очищающий, да, и тоник. Далее, скраб, да, то есть маска-скраб, сейчас два способа. Елен, спасибо большое, да, я, ну, это фаворит вообще у нас бесспорный. Вот, если, смотрите, да, вот сегодня очень много слушателей, и я очень хорошо вижу обратную связь, да, я люблю разговаривать, мне, когда никто не пишет, я скучно веду семинары, начинаю заикаться, мне легче, опять же, общаться, да, ну, вот уже увидела, что действительно люди по достоинству оценили, и я думаю, что и на себе, и в процедурах пробиоскин, хотя если неправильно использовать средства с Прео и Преабиотиками, да, то есть может быть немного негатива, да, хотя крайне редко это бывает, и Тру Бэби Фейс. В начале выхода этой сыворотки и вообще запуск линии косметики, все думали это, что это косметика для молодой кожи, что это для девочек, на самом деле у нее действительно очень интересный состав, да, и сыворотка Тру Бэби Фейс содержит и неоцинамид, и витамин С в очень такой мягкой, стабильной форме, и экстракты растений, да, которые хорошо снимают отечность, да, и противовоспалительным действием обладают, да, то есть она не только поддерживает состояние кожи в молодом возрасте, да, и не дает коже стариться, грубо говоря, да, она дает еще отличный суперэффект, и можно ее включить именно вот в такие экспресс-процедуры, когда вам нужно быстро убрать подпастозность, это не противоотечное средство, кстати, 25 числа, я завтра еще буду на прямом эфире, на стриме анонсировать у нас 25 числа, будет прекрасный вебинар от нашей Ирины Викторовны Егоровой, как правильно выбирать средства с сосудопротекторами, противоотечные средства, да, антикуперозные средства, те средства, где есть сосудопротекторы. Почему? Потому что при неправильном выборе можно усугубить эффект, и я иногда читаю отзывы, там, купила средство против отеков, мне стало еще хуже. Да, правильно, вы просто неправильно выбрали, где-то ингредиентку не досмотрели, да, где-то направление не посмотрели, да, там, иногда там неправильно подобранное средство может усугубить ситуацию, да, она потом разрешится, да, то есть вы убрали быстро отечность, да, у вас стало больше видно морщин, это, кстати, тоже вообще к всем средствам относится. Вот единственное, наверное, baby face, которое не дает негатива, да, совсем, поскольку там есть другие компоненты, которые помогают сделать вот это вот гладкое лицо. Поэтому 25 числа, кому надо, прям записывайтесь и действительно слушайте, поскольку очень много интересных и важных вещей Ирина Викторовна будет говорить. И про средства, сейчас буду говорить, да, о тех средствах, которые помогут вам выглядеть хорошо и без макияжа, и которыми можно завершать процедуры, которые дают выравнивающий эффект. Праймер у нас пока еще нет такого, да, чтобы, как вот у визажистов есть праймеры, но я надеюсь, что он прям в ближайшее время выйдет. Средства, которые могут заменить вам праймеры под косметику или под какие-то, тоже обсудим сейчас, но у нас есть действительно средства, которые сразу решают две задачи. Они и выравнивают тон лица, не отбеливают, а именно работают похоже, да, на праймер, и средства, которые помогут убрать какие-то дефекты именно под макияжем. Да, вот любимый мой, и это пока не вышла в этом году другая сыворотка, это был мой фаворит, как у меня лично, да, так и у моих клиентов для быстрых процедур под, именно под макияж. При долгой работе тоже можно использовать, да, но, например, для камуфляжа каких-то недостатков, да, то есть актив-лифтинг, это, у меня почему-то сегодня слайды немножечко сместились, я делала презентацию в другой программе, прошу прощения. Жанна, тоже спасибо большое за отзыв. Сыворотка-моделирующая актив-лифтинг, да, которая поможет, действительно, под макияж, да, запись вебинара будет, я сегодня почему-то очень долго, ну, это вообще моя любимая тема, вот средства быстрые, процедуры красивые, это вот просто моя тема, поэтому я очень долго могу на эту тему разговаривать. Смотрите, актив-лифтинг работает как один, так и в паре. Единственное, то есть волшебных палочек не существует, и для, там, если вы хотите прям за уши привязать, это, конечно, не то, да, но он очень быстро убирает пастосность, овал лица становится четче, прекрасно работает, да, там, с веками. Единственное, что непосредственно может быстро убрать воду, да, и немножечко подпортить свое идеальное действие. Поэтому, если вы отекаете, да, или же, поскольку мы говорим о еще процедурах, все-таки сегодня, да, то есть включить в процедуру или перед тем, как нанести, немножечко провести такое легкое дренажное действие, либо, если все-таки речь идет об области глаз, а он наносится на область глаз, закрыть его более плотным кремом, да, чтобы не было на фоне быстрого отвода воды, да, жидкостей, не спровоцировать вот эти мелкие морщины, оно потом выровняется все, да, ну, вот первый такой нюанс может подпортить немножко настроение. Миорелакс, аргирелин, да, который снимает мышечную активность, все прекрасно знают, да, уже давно все знают, что пептиды быстро не работают и нужно накопительное действие, да, но из быстрых процедур, да, если у вас активная мимика, и, кстати, хочу сказать, да, что миорелаксанты также чувствительны к алкоголю, как и ботулотоксины, поэтому если миорелакс перед вечеринкой, где вы собираетесь выпить много алкоголя, блокировки вимики не ждите, вы будете выглядеть точно так же красиво, только первые 15 минут, пока не выпьете алкоголь, да, то есть здесь тоже нужно понимать, что миорелакс нивелирует быстро мелкие морщины, поскольку там есть еще в составе гиалуроновая кислота, да, немножко убирает отечность, там есть артишок, да, то есть и тонизирует кожу очень хорошо. Включать можно во все процедуры, как в аппаратные, кстати, актив лифтинг тоже, да, там либо аппаратные процедуры, да, можно включать, либо перед сделать массаж, потом нанести, здесь то же самое, да, то есть либо в аппаратные процедуры, хотя для аппаратных процедур у нас есть гель с БТА-эффектом, под аппаратку он гораздо интереснее. Антиоксидантный коктейль Vita Matrix, мало того, что он антиоксидантный, позволяет поддерживать кожу, да, у него еще очень хорошая текстура, мягкая эмульсия и крем, он очень хорошо увлажняет, и в нем есть эффект софт-фокус, который позволит вам выглядеть без макияжа идеально. Это не тонирующий крем, это не сиси-крем, в нем есть микрочастицы, которые, светоотражающие, которые просто позволят вам выглядеть, выглядеть, это не праймер, не блесточки какие-то, да, то есть это частицы, которые, светоотражающие, которые просто дадут вам такое мягкое свечение, его можно, и можно, если нет праймера, заменить праймер под макияж, поэтому его можно нанести под глаза, да, а потом там либо припудрить, либо сделать там какой-то мейкап, это уже на ваше усмотрение, или завершить любую косметическую процедуру, да, которая требует вот такого вау-эффекта. Дальше пойду быстрее, потому что время у нас осталось с вами совсем мало, да, гель, моделирующий для нижней трети лица, понятно, что для одного применения он вам не уберет моментально второй подбородок, это не волшебная палочка, но спокойно выйти в эфир перед публикой, да, потому что хорошо убирает отечность, действительно сделает более четким обвал лица, плюс, да, очень хорошо поработает с носогубом, да, что очень тоже ценно перед камерой, да, или там на зум-конференции, или же на каком-то мероприятии, поэтому прекрасно работает, да, при долгом применении очень неплохо работает с тяжелым вторым подбородком, да, независимо от того, на какой почве он у вас появился, да, то есть либо это отечность, да, либо здесь действительно отложились жировые отложения уже, да, то есть когда большая масса тела, вот, поэтому здесь он как для долгоиграющих процедур, как для долгого применения косметические процедуры плюс домашний уход, так и для вот таких вот быстрых эффектных процедур, когда нужно выглядеть отлично, да, он тоже подходит. И опять же, что прежде всего бросается в глаза, да, это отеки под глазами, да, то есть лель для кожи вокруг глаз, которая действительно очень быстро убирает отечность и позволит перед камерой, перед выступлением каким-то, перед нанесением макияжа, да, отлично убрать пастозность, отечность, ну и при долгосрочном применении, понятно, что будет уже более эффективнее, да, то есть при постоянном применении. Опять же, напомню, по поводу препаратов, содержащих сосуд протекторы, да, то есть вебинар нашей Ирины Викторовны 25 числа, не забудьте присоединиться. Ну и для людей с проблемной кожей, несмотря на то, что многие из этих средств у нас, практически все у нас обладают лечебными средствами, но для того, чтобы быстро и хорошо выглядеть, есть прекрасный матирующий флюид, который позволит достаточно долгое время выглядеть без жирного блеска, да, можно применять как каждый день, но если вам на... или мы говорим о процедурах, да, то есть завершить процедуру под макияж, если у нас идет речь о эффектных процедурах, да, и вы, у вас клиент с проблемной кожей, которая будет блестеть в течение дня, там какое-то время, или там она заблестит через час, то матирующий флюид в течение 4-5 часов, у всех по-разному, у кого-то может макировать, если очень обильное салоотделение, да, или же человек там, я не знаю, будет бегать, может быть, да, там, не знаю, ну, у кого-то будет 3 часа макировать, у кого-то до 5 часов, матирующий эффект, это идеальный тон кожи, завершить процедуру для проблемной кожи, или опять же таки, макияж без макияжа, это те клиенты, которые устали закрашивать свои постакне, акне, средство обладает лечебным эффектом, да, но и также декоративным, поскольку совершенно спокойно, он не тонирует, не закрашивает ничего, но внешне все равно будет более такой презентабельный вид, если вы даже будете ходить без макияжа, да, то есть матирующий флюид, я очень что-то ускорилась, но для суперспечения суперэффекта, хотя, опять же, это сыворотка для долгосрочного применения, но для того, чтобы завершить уход такой вот вау-процедуры, это тоже одна из наших новинок, она, конечно, появилась не вчера, а уже какое-то время она есть в продаже, и уже к ней прекрасные отзывы, да, ее можно включать и в процедуру экспресс-ухода, и в ежедневное применение для решения очень многих задач, да, это антиоксидантная сыворотка Сиэнерджи, которая тоже даст идеальный цвет лица, тонус кожи, да, поскольку содержит и фукадель, и декверцитин, нивелирует пастозность, не лифтинг-эффект, да, именно вот это идеальное состояние кожи. Также можно сочетать с какими-то лифтинговыми средствами и нанести непосредственно дальше макияж. И, наверное, два моих любимых средства тоже, это крем-мультипротектор SPF, да, который, если нужно выглядеть макияж без макияжа на пляже, да, несмотря на то, что это просто обычный защитный крем от солнца, да, ну, необычный, он не содержит масел, подходит для любого типа кожи, в том числе и для очень жирной проблемной кожи, он дает идеальный тон лица. Ну, и для тех, у кого шелушится кожа, невозможно нанести тон в качестве праймера, мне очень нравится, да, и в качестве праймера, чтобы под помаду, если сухие губы, это Ceramide Skin Saver, хотя вообще фаворит у нас в плане защиты кожи от высоких температур, но мы сегодня говорим о процедурах, да, вау-эффекта, да, то есть как выглядеть хорошо перед камерой, да, то Ceramide Skin Saver выравнивает как праймер все неровности, в том числе и позволит не просто красиво лечь помаде, да, на губы, да, но в том числе и нивелирует некоторые дефекты, если они есть. Ну, и, наверное, у меня уже время вышло, да, и, наверное, я на этом завершу вебинар. Надеюсь, я раскрыла все-таки для вас тему, чем можно заменить, наверное, во-первых, какими средствами, это мне больше всего хотелось об этом рассказать, да, какими средствами можно завершать процедуры, какие сделать быстрые процедуры, чтобы достичь максимального эффекта, да, плюс, я надеюсь, что мы с вами обсудили, да, если есть необходимость заменить инъекционные методики обычными процедурами. Марин, этот вопрос сегодня как раз тоже обсуждался у нас на совещании, выход CC-крема, мы как раз над этим работаем, следите просто за новостями, поэтому, то есть вот я не могу вам сказать прям вот, что он завтра выйдет или там послезавтра выйдет, то есть точной даты его выпуска пока нет, поскольку это, ну, должен быть прям тот продукт, который будет вау, поэтому все-таки придется немножко пока подождать. Спасибо, что вы проявляете интерес к нашим вебинарам, и надеюсь, что вам было действительно интересно. И на сегодня у нас все, хорошего вам дня, у нас совсем осталось мало времени до весны, надеюсь, что и настроение улучшится, и у нас появятся новые средства.